всем привет совсем недавно прошли выборы в сша и сегодня будем решать головоломку посвященной этой теме у нас есть капитолий это здание в котором заседает конгресс сша и есть две партии партии республиканцев и партия демократов синий и синий и красные фишки задача заключается в том что поместить всех конгрессменов во внутрь капитолии если нажимаем на красные фишки у нас выскакивают синие если нажимая на синие выскакивают красные фишки нам нужно сделать так чтобы все фишки оказались внутри капитолия также давайте перейдем к решению и также более подробно расскажу об этой головоломки поехали и так вот наш сегодняшняя головоломка это капитолий здание находится в вашингтоне в нем заседает конгресс сша сша есть две партии это демократы синий и республиканцы красные задача заключается в том чтобы поместить все эти фишки во внутрь капитолии фишки выглядят следующим образом они вынимаются вот такие они вот такие они синие и красные они все одного размера абсолютно одинакового размера и отличаются только цветом но на самом деле это не принципиально мы можем их располагать в любом порядке главное чтобы они поместились во внутрь но здесь интересная система когда мы нажимаем на некоторые фишки у нас другой стороны фишки приподнимаются то есть мы сейчас пробу нажать на вот это например и у нас красный поднимается если нажимаем на эту тоже красный поднимается нажимаем на эти как-то внутри будто какие-то качели которые переворачиваются чаши весов точнее даже и также хочу обратить внимание на то что изначально в головоломке флаг шел отдельно то есть головоломка была упакована следующим образом головоломка и флаг лежал внутри инструкции либо он лежал отдельно для того чтобы не помялся либо он будет как-то используется время решения возможно нам необходимо будет флагом куда-то нажимать я пока еще не знаю поэтому пока флаг помещаем просто сверху а потом возможно будем снимать также хочу обратить внимание на инструкцию дело то что у нас с головоломка идет инструкция который рассказывает про то что это за головоломка а дальше картинка как будто с решением я специально не рассматривал потом после решения посмотрим но мне кажется что там скорее всего решение поэтому откладываем инструкцию сторону и приступаем к решению головоломки как всегда будем стекать время старт время пошло ну что ж давайте пром поместить фишки всего внутрь так водить посмотрим что у нас принец происходит нажимаем на эту фишку выскакивают красный причем довольно активно выскакивают красный хорошо нажимаем на эту красную приподнимает сиに нажимаем на эту красную даже сейчас ни одна фишка полностью внутри не прячется даже синяя немножко выпирает я не знаю вот это считается решенное состояние или она должна еще больше будет топлены то есть ся стороны, вот, сейчас синий, мне кажется, утопленный полностью. То есть я нажимаю на одну синюю, вторая синяя тоже проваливается. Но при этом красный выпирают. Возможно, нужно и в каком-то определенном порядке нажимать, и тогда у нас что-то произойдет. Давайте вообще рассмотрим Капитолий. Может, у нас здесь еще какие-то кнопки есть? А что вот здесь отличается по цвету дерево, но ничего не происходит. Посмотрим с другой стороны. Здесь у нас все гладко. С этой стороны точно так же деревяшка есть. Но мне кажется, она не нажимается, потому что у нас прям идеально ровно все сделано. Никак не нажимается ни с одной, ни с другой стороны. Ни синхронно, ни по отдельности. Также посмотрим, что у нас снизу. Так, давайте пока вынем фишки. Здесь у нас просто вероятная инструкция. А, кстати, у нас внутри есть шарик. Причем так он не перекатывается, а вот так перекатывается. Так, это уже интересно. Так, давайте послушаем хотя бы один шарик или нет. Вроде бы один. Причем перекатывается по всей площади. А если заглянуть, я сейчас попытаюсь заглянуть, вам, скорее всего, не будет видно, но я загляну просто вниз. Видно ли этот шарик внизу? Через эти отверстия шарик не видно. Давайте я покажу вообще, в принципе, что находится в этих отверстиях, чтобы вы понимали. Вам, скорее всего, не видно, что находится внутри, но там просто дерево. То есть там ничего нет, никаких шариков не видно. Ну, давайте пробуем помещать фишки. Так, также давайте пробуем снять флаг и при помощи флага понажимать. Возможно, он кто-то использует в решении. Но я не вижу никаких отверстий, в которые вставлялся бы флаг. Сейчас посвечу себе фонариком. То есть я ничего не вижу. Точно так же нажимаются эти качели, и все. Хотя, хотя... Сейчас попытаюсь еще раз. Мне нужно убедиться. Мне кажется, я что-то заметил необычное. Сейчас с этой стороны нажму. Что я сейчас заметил? У меня есть такое ощущение, что внутри есть дощечка, которая изначально стоит так, но когда я нажимаю на нее флагом, она вот так наклоняется. То есть она вот так стоит, я нажимаю, она вот так наклоняется. И получается... Давайте перепроверим. То есть если я ставлю вот этот колышек красный и нажимаю сейчас флагом, красный должен приподняться. Да, он как-то приподнялся и подскочил. Кстати, у нас красные еще не были никогда утоплены. Так, это интересно. А теперь шарик, интересно, будет перекатываться или нет? А, теперь шарик не перекатывается. Мы его заблокировали, получается. Может быть, мы уже решили? Нет, не решили. А, я просто перепутал, вот так у меня было То есть у меня синие утапливались, но неважно Вот так она у меня, вероятно, изначально стояла И вот здесь у меня утапливались они Так, давайте дальше Я пока вообще без понятия, что можно делать с этой головоломкой Прошло уже 3,5 минуты, но тем не менее я понял, что внутри есть какой-то шарик И также, что у меня эта доска может как-то наклоняться Которая там внутри находится То есть там, скорее всего, внутри есть какая-то перегородка посередине И на ней лежит доска, даже, наверное, вот так как-то Лежит доска, которая вот так может перемещаться Нам нужно сделать так, чтобы доска полностью прошла Скорее всего, вот так Посмотрим Давайте еще раз попробуем перекатывать шарик Вот если все у нас фишки стоят Шарик не перекатывается при этом А вот так перекатывается То есть когда мы ставим фишки, шарик перестает перекатываться Поставили одну Поставили вторую Шарик перестает перекатываться Он как будто врезается вот сюда сейчас Раз и врезался Что нам с этим шариком нужно делать? По идее он один Может нам нужно расположить его ровно по центру И тогда у нас все спрячется Как-то вообще хаотично все это выскакивает Давайте пробуем вверх ногами пробовать Поставить детальки Давайте вот эти две поставили Есть, они провалились И перекатываем шарик в другую сторону И ставим оставшийся Нет, не получается Не получается Такие головоломки, где все делаешь слепую На самом деле наиболее сложные Когда видишь, что у тебя происходит Обычно проще Ну бывает, конечно, очень сложно Но обычно проще А когда не видишь того, что у тебя происходит внутри Это очень сложно всегда Так, давайте вот так пробуем Нет В принципе сюда перекатываем Давайте пробуем вообще в принципе Хоть в каком-то положении Утопить красные колышки Вот, красные у нас утопились Хорошо Здесь ставим синие Просто я хочу понять У нас капитоли симметричны или нет Мне кажется, как-то надо Вверх ногами это делать Потому что у нас только Вверх ногами перекатывается шарик Потому что вот Когда не вверх ногами Давайте еще раз пробуем Перекатываться на шарик или нет Но он не так перекатывается Какой-то звук есть Но он не перекатывается А вверх ногами У нас как будто Эта дощечка падает Да, скорее всего У нас такая система У нас внутри есть дощечка Под этой дощечкой Находится шарик И когда у нас Вот в таком положении Дощечка как-то наклоняется И шарик, соответственно Перекатываться не может Когда мы переворачиваем Дощечка падает вниз Вот сюда И шарик у нас Свободно перекатывается Уже по поверхности дощечки И, скорее всего, в этой дощечке есть какое-то место, в котором может спрятаться шарик Я понял, все, я понял, сейчас рассказываю, как это работает Когда я думал, что внутри у нас есть какой-то штырек, на котором перекатывается эта дощечка Нет, у нас внутри находится шарик И как раз таки по этому шарику у нас с дощечкой это перекатывается То есть, когда мы нажимаем с одной стороны, дощечка поднимается, нажимая с другой стороны, поднимается Все, как минимум я теперь точно знаю внутреннее строение Но, скорее всего, внутри у нас также есть место для этого шарика, которое необходимо куда-то поместить И тогда у нас все эти фишки смогут спрятаться. То есть у нас этот шарик куда-то пройдет, в какое-то специальное место, и дощечка сможет опуститься. Так что давайте искать место, в котором поместится этот шарик. Нам необходимо, наверное, как-то его вот так перекатывать до тех пор, пока он не попадет в какое-то место специальное. Или нужно перекатывать и при этом... Ох, как сложно! Нужно, наверное, перекатывать и при этом засовывать фишки, пытаясь нащупать это место. Я не уверен, что это правильная методика, но мне кажется аналогично. Давайте все фишки поставим, наверное, сразу. То есть мы сейчас, по идее, можем управлять доской, которая находится внутри. А перекатыванием шарика мы управляем наклонами. А пока я пытаюсь найти правильное положение, хочу напомнить вам на то, что если вы любите головоломки так же, как и я, хочу порекомендовать вам крупнейший в России магазин головоломок ccstore.ru, в котором вы найдете самые интересные и необычные головоломки, абсолютно любые кубики Рубика. От 2 на 2 до 17 на 17 и абсолютно все модификации, которые только могут быть. Я просто пытаюсь найти сейчас нужное положение, поэтому могу вам рассказать интересную информацию. И также ccstore сейчас начал печатать головоломки на 3D принтере, которые вы можете купить, как раз так и в этом магазине. Это различные необычные кубики в форме тыквы, различные ghost cube. Я так подозреваю, что будет еще много интересных головоломок появляться в ccstore.ru. Поэтому ссылку на магазин я обязательно оставлю в описании. Почему вообще не перекатывается? Что с ним стало? Вот, сейчас он перекатывается. Достаточно нам поставить несколько фишек, он перестает перекатываться. Я пытаюсь посмотреть снизу, и снизу ничего не видно, у нас просто дощечка внутри. А, то есть вот уже в таком положении у нас фишка начинает касаться. Вот здесь пока еще не касается, а здесь все, мы уже толкаем доску. То есть нам надо, чтобы прям очень сильно выпирали колышки для того, чтобы шарик мог перекатываться. То есть в таком положении он перекатывается. Мне кажется, надо его по центру разместить. Я сейчас делаю просто все на ощупь, но мне кажется, это правильный путь решения. А может, я просто теряю время? Я сейчас пытаюсь понять, в каком месте находится шарик. А может быть, мне нужно было просто раскрутить эту головоломку? Давайте попробуем, давайте попробуем. Почему бы нет? Раскрутим. Нет, само собой это ничего не дает. Это ничего не дает. То есть у нас вот эти два спрятались, эти два поднимаются. То есть сейчас я предполагаю, что шарик находится вот в этом месте. То есть вот здесь где-то он находится. Вот под вот этой фишкой. И, соответственно, она не может нажиматься. Если мы сейчас перевернем, перекатим шарик вот в эту сторону, у нас вот эти могут нажиматься. Давайте проверим ее теорию. Перекатили. И теперь у нас вот эти могут нажиматься, а шарик находится вот здесь. И как же нам теперь сделать так, чтобы у нас и те, и те смогли нажаться? Как это сделать? Если у нас шарик находится либо там, либо там. Мне кажется, что по центру есть какое-нибудь место для шарика, в которое он должен попасть. Но он почему-то не хочет попадать в это место. Как мне сделать так, чтобы шарик перекатился к центру, в какое-нибудь специальное место, углубление? Либо в каком-то другом месте находится углубление. Судя по звуку, он просто абсолютно свободно передвигается. Давайте исследуем всю территорию. Нигде нет ничего, куда мог бы спрятаться шарик. Нет. Проходим по периметру. Нигде. Давайте попробуем по-другому. Так, может быть у нас в дне есть, в дне этой коробки внутри здания, внутри может быть у нас есть место для этого шарика. Но в таком положении он не перекатывается, потому что ему мешает эта доска. То есть может помогать немножко ему. Мне кажется, это одна из таких головоломок, где даже когда будешь знать решение, ты потратишь очень много времени на то, чтобы ее решить. Самое главное, я даже не знаю, какое положение мне нужно поймать. Я перевернул, у меня как-то перекатывается шарик, и мне нужно загнать шарик в какое-нибудь отверстие. Там наверняка есть отверстие для этого шарика. Может быть я, конечно, ошибаюсь. Может быть нужно как-то по-другому делать. Просто я сейчас пытаюсь объяснить, что происходит внутри. Кстати, давайте посмотрим на время, разрушил телефон. Так, секундомер. 15 минут уже? 15 минут. Так, в общем, что у нас внутри? У нас есть шарик, который перекатывается внутри коробки. Сверху лежит доска. Когда мы нажимаем колышком с одной стороны, у нас доска приподнимается. Когда нажимаем с другой стороны, доска точно так же приподнимается. И в зависимости от того, где находится шарик, у нас доска проще поднимается в одну или в другую сторону. То есть когда шарик вот здесь находится, мы нажать не можем, потому что вот это приподнятое. Когда вот здесь находится, здесь приподнятое. Когда находится по центру, у нас доска просто перекатывается сюда, либо сюда, вот так как-то. И, соответственно, нам нужно найти положение, в котором этот шарик куда-то спрячется. Потому что пока у нас шарик находится вот здесь, перекатывается по коробке, мы ничего сделать не можем. Давайте посмотрим, может быть у нас все-таки что-то нажимается, чтобы можно было извлечь этот шарик. Здесь ничего не нажимается абсолютно. Здесь тоже ничего не нажимается. Ничего не съезжает. то есть продвинуть, чего не получается. Вот здесь у нас есть небольшой шов, но, скорее всего, это просто-напросто, когда сделали головоломку из дерева, дерево впитывает влагу, отдает влагу, немножко играет, появилась у нас небольшая трещинка. Так что, я думаю, в решении это не будет использоваться. Кстати, у нас вот эта часть не откручивается. Эта часть никак не откручивается. Давайте пробуем еще раз при помощи влага нажимать. Ну, по идее, толку от того, что мы будем нажимать, потому что, в принципе, устройство я уже понял. Вот здесь сейчас находится шарик. Сейчас загляну опять с фонариком. Устройство в целом-то понятно, как у нас там все перекатывается, но что с этим делать, абсолютно непонятно. Мне кажется, я еще и не один час проведу с этой головоломкой. Ну, может быть, конечно, сейчас повезет, я быстро и решу, но что-то оно очень сложное. Но при этом очень интересное. Обычно такие сложные головоломки самые интересные. Так, я опять же, наверное, флаг уберу, потому что я боюсь его сломать. Либо у нас в доске есть какое-то место, куда шарик может прятаться. Но, по идее, это вряд ли, потому что шарик довольно легко перекатывается. Когда я переворачиваю, у нас эта доска, на которую сейчас мы давим фишками, она падает вниз. То есть вы даже слышите, доска упала вниз, и по ней шарик вроде бы свободно передвигается. Я сделал немного светлее. Изначально боялся, что головоломка может быть слишком пересвечена, но сейчас, думаю, пускай это лучше так будет, наверное. Поэтому кадр мог немного свиниться. Так, как мы еще можем сделать? Как мы еще можем сделать? Значит, то есть не препятствие, а место, куда может спрятаться шарик, может находиться в дне этой коробки. Давайте еще раз проверим. Вот здесь у нас ничего не открывается. Может, было бы логично, если что-нибудь открывалось? Нет, ничего не открывается. Если мы нажмем флажком... Нет, ничего не происходит. Окей. Мне кажется, нужно задержать, то есть приподнять эту дощечку и перекатывать шарик по дну. Просто когда лежит сверху дощечка, мы перекатывать шарик не можем. Он постоянно упирается. Есть! Все, ставим флаг на место. Я решил головоломку. Давайте останавливать время. Так. Стоп. 26 минут потратил на это. И по факту я был близок к решению еще минут 15 назад. То есть когда я понял, что внутри есть шарик, на котором сверху лежит планка, нам необходимо было просто-напросто поместить этот шарик по центру. И вот нужно было вверх ногами пытаться как-то координировать этот шарик и сделать так, чтобы он оказался по центру. После этого головоломка решена. И в принципе, по факту она не такая уж и сложная. То есть я думал, что там какая-то суперсложная загадка будет. Да, загадка непростая. Но в целом головоломка решаемая. Мне она понравилась. И конечно же мне нравится то, что в данной головоломке есть сюжет. То есть у нас есть капитолий, в который должны попасть политики из разных партий. Это очень круто. Потому что в принципе такую же головоломку можно было сделать просто-напросто коробочкой, в которую необходимо поместить 4 фишки. Но здесь делали намного интереснее. Выглядит она намного круче. Сюжет в ней появился. И это очень интересно. Но в целом решать ее на самом деле не очень просто. Даже очень сложно. То есть даже когда сейчас я знаю решение, то есть нам нужно просто-напросто поместить шарик по центру, это будет совсем непросто сделать. Теперь давайте перезапустим эту головоломку. По идее нам нужно ее просто-напросто перевернуть. У нас выпадают колышки, куда-то перекатывается шарик. И все, головоломка перезапустилась. Теперь для того, чтобы ее решить, снова нужно потратить очень много времени, для того, чтобы вверх ногами пытаться найти положение, в котором шарик попадет в какое-то отверстие. Кстати, давайте теперь посмотрим инструкцию. Потому что в инструкции была картинка. Возможно, как раз-таки эта картинка была решением. Так, а ну-ка давайте посмотрим. Да, все верно. Хорошо, что я не рассматривал эту картинку, потому что здесь было решение. Нам говорится о том, что в этой планке есть отверстие, в которое попадает шарик. И также у нас есть бейсмент, это по-русски... Подвал, подвал. Также у нас есть подвал, в котором может перемещаться этот шарик. И вот так она решается. Хорошо, что я не смотрел эту картинку, потому что очень странно. Здесь у нас рассказывают про то, что это, в принципе, за головоломка. А потом сразу картинка с решением. Можно было ее сделать хотя бы с обратной стороны. Но, тем не менее, мы сами решили головоломку, и это круто. Подводя итоги, могу сказать, что головоломка мне однозначно понравилась. В первую очередь за счет того, что в данной головоломке есть история. Это не просто коробочка, в которую мы помещаем фишки рандомные. У нас есть Капитолий, есть американский флаг, есть две партии. Хотя здесь совершенно ничего не связано с цветом. Здесь никак не привязано это к партиям. К республиканцам, к демократам абсолютно никакой связи нет. Но, тем не менее, это добавили, сделают головоломку в форме Капитолия. И это огромный плюс. По факту, на самом деле, практически каждую головоломку можно сделать такой интересной. Добавить просто какую-то историю к ней, и она станет намного интереснее. Возможно, стоит заняться этой темой. Возможно, стоит брать какие-то головоломки, договаривать с создателями этих головоломок, дорабатывать, придумать истории. Можно даже какие-нибудь сказки использовать. Это было бы круто. Кстати, хорошая идея, очень хорошая идея. Надо подумать над этим. А также, если вы любите головоломки, хочу порекомендовать крупнейший в России магазин головоломок ccstore.ru В этом магазине есть очень интересный раздел распродажа, где вы можете найти кубики и другие головоломки со скидками до 30%. И, как всегда, магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку, и при каждом заказе вы получаете подарок. Ссылку на магазин, на их группу ВКонтакте я оставлю в описании. Рекомендую пройти и подписаться. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка на него будет в описании. Также в описании будет ссылка на мой Инстаграм, на мой ТикТок и на все мои социальные сети. Кстати, сейчас на втором канале выходит очень много роликов. Очень много роликов. Поэтому рекомендую пройти и посмотреть. Там, кроме тех роликов, которые ранее появляются в ТикТоке, также выходят другие интересные видео. Например, про вот этот вот светильник. Совсем скоро будет видео. Это очень крутая лампа. RGB. В общем, интересное видео будет, я думаю, в конце этой недели. Так что проходи, подписывайтесь. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok